Всем привет! В кои-то веки решила вечерком снимать видео. Я сегодня просто встала в час дня, в час, прикиньте. И сейчас мне не спится. Заказала роллы, и сегодня мы с вами их будем кушать. И кушать будем по-необычному. Будем макать сюда, как я люблю. Правда, немного маловато, я налила водичку сюда. Как я люблю бигбон, как я люблю суши. А все вместе получается вообще пушка. Ну что, давайте пробанем. Вот так. Ох! То, что надо. Супер! Вот эти запеченные мне очень любит мама. Мамины это просто самые любимые, какие они острые. И давайте немножко поотвечаем на вопросы, которые вы мне задаете в моем инстаграме. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Привет, Айка! Проверяешь ли ты телефон своего молодого человека? Я не проверяю. Причем не то, что сейчас не проверяю. Я вообще никогда особо не проверяла телефон. Во-первых, я ему доверяю. И так было не всегда со мной. Вот. Когда мы только начали общаться, я как бы где-то через 3-4 месяца просто проверила его телефон. И ничего не обнаружила. Мой пароль у него есть, а его пароль у меня нет. Но это не потому, что он мне не дает. Просто мне самой как-то неинтересно. Он мне несколько раз даже говорил, хочешь, я тебе дам свой пароль от соцсетей. Мне, если честно, как-то неохота там копаться. Позавчера, кстати, я видела во сне, что у моего парня появилась другая девушка. И он типа счастлив, все дела. И я была за него счастлива. Очень. В мире полно людей. Если человек захочет вам изменить, как-то вас обмануть. Если даже вы будете перепроверять его телефон сто раз, если он захочет, он это сделает. Вот. Поэтому я как-то проверяю телефон спонтанно. Я это делала давно. Последний, наверное, год. Может, даже больше года. Я вообще не беру его телефон. То есть у меня все на основе доверия. То есть первое время, конечно, заходил и смотрел, на кого он подписан, кого он лайкает. Но он такой человек, он никогда никого не лайкает. Единственное, у своих любимых этих футболистов, он очень любит футбол. И когда его любимая команда проигрывает, он настолько переживает. Ему так плохо становится. Я не понимаю, почему. То есть, наверное, у всех свои какие-то интересы. Но он обожает футбол. И это прям, знаете, на уровне зависимости, что ли. Настолько любит. А он, кстати, вечно меня проверяет. Вечно что-то выискивает. Ты это лайкнул, ты там так сказала. Один раз мы ехали в машине. Я, моя подруга и мой парень. Мой парень нас отвозил кое-куда. Я заметила, что он не особо так разговорчив с моей подругой. Меня даже немножко это возмутило. Я ему предъявила. Я говорю, что нельзя было поддержать разговор. Он мне сказал, что это твоя подруга. И это не значит, что я должен с ней флиртовать. Я не вижу в этом ни флирт, ничего. Я считаю это нормой. Но есть такие люди. В некоторых вещах мы с ним очень разные. Мы можем смотреть на одну и ту же ситуацию, но видеть ее по-другому. У меня есть одна подружка. Вот они с моим парнем одинаковые по характеру, по взглядам на жизнь. Все одинаково. Вот. Макаем. Это получается невероятно вкусно. Мак-как-как. Вообще, при выборе парня Главный фактор, который меня привлекал к мужчине Это его незаинтересованность Это когда мужчина не бабник Почему-то на Кавказе большинство мужчин полигамны Чтобы понравиться девушке Они могут нести такую херню Например, говорить Ой, у меня было столько девушек Ой, я всем отказывала Начать, например, обсирать свою бывшую И так далее Меня это так отталкивает сразу Зачем обсирать бывшую? Зачем вообще ее упоминать? Зачем о ней говорить на первом свидании? Для меня Идеальное первое свидание Это когда мужчина приехал за тобой Подарил символически одну розу Вы поехали в какой-то ресторан Посидели там, пообщались Что мужчина не так много говорил А в нем была какая-то загадка Не то, что я вчера плавал у себя там на даче в бассейне С третьего этажа прыгнул сразу в бассейн Покушал ролл Сел в рейндж ровер И приехал сюда Вот эти вот понты Меня раздражают Конечно, никогда не говори никогда Но нет у меня такого чувства Что мы когда-нибудь расстанемся Хотя, может, я ошибаюсь Всякое в жизни бывает Но не знаю Мне нравится, что у него есть какие-то семейные ценности Много плюсов Конечно, каждому что-то свое Ему, например, не нравится то, что я домосед Что я постоянно сижу дома Работаю с домом Не хочу гулять Видеть мир Я хочу Но я хочу в меру И для меня это не особо такой отдых Все мы люди И все мы разные Лапша, конечно, была обалденная Мне хочется сделать вот так А куда мы макать будем теперь? Непонятно Голодная я была, конечно Так, это уберем в сторону Филадельфия Это было очень вкусно Это было нереально вкусно Мне очень понравилось Давайте доедим еще один И все На ночь много кушать нехорошо Это последний Еще этот и все Я просто на ночь Стараюсь не нажираться Но не считаю конфеты Конфеты у меня как-то чисто машинально Получается Когда встаешь поздно Такое ощущение Что дня и не было То есть ты проснулась Сразу ночь Пора опять спать На этом все, мои хорошие Спасибо, что досмотрели это видео до конца Не забывайте ставить лайки И подписываться Всех люблю С вами была Айка Пока